Значит, ставим на запись, ставим на запись, да, итак, окей, запись пошла, ага, так, Натан, можно на запись поставить, пожалуйста, или, или я не, или запись уже идет? Уже идет запись, все отлично. А, запись уже идет, да, запись идет, окей, прекрасно. Итак, всем добрый день, здравствуйте, я Зеев Рубинс из Баден-Вадена. У нас был объявлен урок для нашей Дненор-Дишковицы, но не только, по теме 13 принципов веры рамбома и не только, то есть больше. Сейчас в наше сложное время нужно укреплять веру, и что может быть лучше, чем, да, принципы веры рамбома, от которых можно сильно отталкиваться, попытаться понять, во что же мы верим, во что же мы не верим. Ну, как говорится, с места в карьер, один из последних принципов веры рамбома – это вера в приход Мессии. Мы с ним не начнем, но коротко, на нашем чате, который мы назвали «Мункач», значит, мы получили, я получил во всех языках на иврите, по-английски, по-немецки и по-русски, значит, была следующая новость. Итак, обратите внимание, в Ишиау 26 глава сказано «Ступай, народ мой, войди в покои свои, запредверивайся с собой, спрячься на мгновение, пока пройдет гнев». То есть утверждается, что вот Мессия близок. Обратите внимание на комментарий Ралбада, ставлен 1400 лет назад. «Пред сам приходом Машеха накануне праздника Песах не будет царя в Израиле. И выйдет хворий из земли Ашкиназ, и она произойдет от сферы, элемент божественного управления мира, кетер, на святом языке кетер означает корона. И выйдет и побьет инавистника в Израиле, цари Персии и Мидии падут от нее, и рука всесильному побивает безбожников. В оригинале вырезали, в оригинале написано «христианин безбожник». И оно как? Имеется в Довтикан и Италии, а Израиль сидит в своих домах. Конец цитаты. Окей, ну что вам сказать? Это известный фейк-ньюс, я попытаюсь объяснить, и сразу говорю, спойлер, это фейк, это не так. Но из этого фейка мы можем очень много выучить относительно веры и относительно, как ведут себя люди в разных критических ситуациях. Итак, в чем же фейк, в чем здесь неправда? Ну, во-первых, глава 26 Шаяу действительно есть, есть такое дело. Иногда мы сталкиваемся с разными христианами, которые цитируют там главы Брока Даниэля, которых в каноническом, еврейском издании Танаха нет. Это они там сами дописали, причем в каждой церкви есть свои главы. Некоторых есть, у которых нет. Так вот, 26-я глава у Шаяу есть, действительно. И действительно, там написано то, что здесь написано. Да, это два последних посылка, два последних предложения 20-21. Первое. «Ступай, народ мой, войди в покой свои, запри двери свои за собой, спрячься лишь на мгновение, пока не пройдет днев Божий. И вот Господь выходит нам из места своего, чтобы отказать жителей земли за грехов на стих. И земля откроет поглощенную кровь, не будет больше убитых только». Окей, цитат действительно имеет место быть. Дальше начинаются проблемы. Во-первых, я долго думал, кто такой Ралбад. Ралбада нет, по определению. Мои приятели, значит, заметили, что это такое сокращение на иврите. «Решут бетихут ли бедрахим», значит, управление по безопасности дорогами в Израиле. Вот. Но, значит, как говорится, нужно искать суть. Понятно, что суть этого сообщения фейка была на иврите. И в ивритской раскладке в клавиатуре буквы «гимм» или «далит» находятся рядом. Поэтому это опечатка. Это легко предположить. Поэтому, естественно, это Ралбаг, знаменитый герсонид. То есть у многих знаменитых равенов Средневековья, так как они были переводимы на латинский или на арабский, у них были также и латинские или арабские имена. Так вот, герсонид – это латинское имя Ралбага. Хорошо. Тем не менее, если мы говорим 1400 лет назад, 1400 лет назад, 7 век, никаких комментариев на тонах еще в жизни не писалось. Ни Раши, ни Радак, ни Митсодот, никто ничего еще не писал. Комментарии на тонах были единственные в Талмуде. Поэтому Ралбаг жил не 1400 лет назад, он жил гораздо ближе к нам. Он жил в Испании, да, то есть 13-14 век, 1288-1344. Значит, поэтому мы увидим также в дальнейшем, что один из принципов истинного пророчества, согласно принципу Верамбама, что пророчество, оно полностью абсолютно верное. Не на 90% и не на 99%, а на 100%. Поэтому уже любая такая мелочь, уже любое такое несходство, оно должно наводить нас на мысль, что что-то здесь не так, что это фейк, это неправда. Пойдем дальше. Ну, я, естественно, пошел и открыл, значит, книги комментаторов. Здесь настала еще большая проблема. У Ралбага, который, допустим, жил не 1400 лет назад, а, допустим, 700-800, у него нет комментариев на книгу про Рока Ишайл. Просто нет. По факту. Как класса не существует. То есть всего этого нет. Но даже если мы будем читать то, что здесь нам приведено, значит, текст говорит так. «Перед сам приходом Машеха накануне праздника Песах». Это на чем основывается? Основывается оно на знаменитом предложении Талмуда, где написано «Бе Песах не Галу, Бе Песах и Галу». В Песах было первое сбавление схода из Египта, а в Песах будет последнее сбавление. Очень известная и важная мысль северская традиция. Так вот, не будет царя в Израиле. В скобках комментарий сегодняшнего, значит, фейк-летера. Кризис с правительством Нетаньяу, якобы. И выйдет хворь из земли Ашкинаст. Земля Ашкинаст – это вообще Германия, это где я нахожусь. То есть, опять-таки, сфарад, царфад и Ашкинаст – это слова, которые упоминаются у пророков, в книгах пророков. Традиция более поздняя. Значит, опять-таки, это некие места в районе земли Израиля или чуточку дальше. Традиция, значит, перекрепляет имена, значит, что сфарад – это Испания, царфад – это Франция, Ашкинаст – это Германия. Окей, поэтому хворь вышла не из Ашкина, а хворь вышла из Китая. Из Китая, да, то есть. Дальше, значит, упоминается вообще Кабала, Сферот, да, значит, категория Кетер, она же Корона. Опять-таки, в то время так не писали, да. То есть, это более поздний комментарий, который мы знаем, значит, довольно поздняя Средневековья, даже дальше, когда Раф Гинсбург, например, сегодня очень активно опирается на подобные, значит, категории, но он современный комментатор. Не Средневековья, не Раф Гинсбург, не Позднего, не 1400 лет назад. Да, значит, опять-таки, падут разные цари Персии, Мидии, как известно, многие члены Иранского корпуса, правительство умерло от этого вируса. К сожалению, у нас плохие новости. Умирают и евреи, умирают и раввины. И заражены раввины этой болезнью. Сегодня в Зале опубликовали, что Игорь, глава, главного раввината, Совета Высшего Раввината Израиля, заболел этим. Есть один инвестор на Франции, умер позавчера. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, опять-таки, говорить подобные вещи, это, мягко говоря, безответствие. Это, мягко говоря, безответствие. В любом случае, опять-таки, для того, чтобы сказать вам, что это фейк, я вам не нужен. Вот Дима вам вполне расскажет, мы сами все умные люди это понимаем. Значит, нужно понимать, что у любой неправды, у любого фейка, у любого льжи есть несколько опасностей. Первая самая простая, на уровне пшат, на простом уровне, нам сообщили неверную информацию. Мы-то думали, что Машеях рядом, а оказывается, он не рядом. Ну, вот так нас неправильно информировали. Но, опять-таки, это довольно простая вещь, над которой каждый может сам ее преодолеть. Однако проблема, она в такого подобного родостям новостях, в кавычках, совершенно другая. Главная проблема на уровне, скажем, драж, на время с более глубоких уровнях, связанной с подобными фейками, это потеря веры. Смотрите, было много попыток предсказать, да, значит, приход Мессии. Ну, самое первое, самое известное, это про отец Яков, когда, значит, он умирал, собрал своих детей, написано, соберу вас, собирайтесь, я вам скажу, что будет в конце дня. И написано, что Всевышнему, да, пришло, значит, Шхена Божественное присутствие, и он замолчал, понял, что нужно молчать. Он сказал, вам сейчас что-то расскажу, и не рассказал. То есть, есть некая проблема. Раби Акива считал, во время Талмуда, что Баркох вам, и сия, и поддерживал его лично, и восстание, с версией, что его ученики, которые погибли, да, они погибли на войне, в Астане, в Талмуде там прописана таинственная аскара, некая болезнь, непонятно какая. Надо, что мы пытаемся понять, что это за болезнь. В любом случае, значит, оппоненты Раби Акива говорили ему, значит, у тебя, значит, на щеках трава простит, и мельцу, что Раби Акива будет похоронен, в земле будет лежать, и он, мессия, еще не придет. Это, говорили оппоненты, Раби Акива признал, что он был неправ, и предсказывал, неверно, да, что Баркохва будет мессия, хотя Баркохва поначалу преуспел, захватил Иерусалим, чеканил собственные монеты, которые мы сегодня находим, и вроде как поначалу спас. Опять-таки, есть множество дальнейших попыток предсказать, когда придет мессия. Одна из известных, это Виленский Гаон, послал, значит, в конце своих дней группу большую учеников, это называется Алиат Прушим, репатриация в Прушим, там в основном жили сутарды, в старом городе Иерусалим, он послал, значит, ташкеназов литовского направления в Иерусалим, ожидалось, что там была некая цифра, что придет мессия, мессия не пришел. Знаете, что произошло? Часть этих людей перешла в ислам. И, судя по всему, они не были такими уж серьезными мусульманами, то есть, это люди, которые потеряли веру. И вот это самая главная опасность подобного вида фейдер. Очень, опять-таки, комментатор, который Дима Донат тоже любит, это у нас Мальбин, Мальбин, который почти на современном, жил в 19-20 веке, он умер на Украине, в эпидемии холеры, он похоронен в Киеве, в братской могиле, мы искали всего могилу, я знаю, но человек, который утверждает, что знает, где он похоронен в Киеве. Он ехал в Кременчуг, заболел холера, умер. Он был раввином в Бухаресте, на Украине, в многих местах. Так вот, Мальбин, на основании своих гениальных комментариев, был гениальнейший комментарий, он написал также комментарий на книгу Даниэля, где по традиции есть некий намек на приход Мессии, знаменитый в 77-м, и, значит, Мальбин предсказал некую цифру, шнат тар ад, год таврейш айндалит, значит, на иврите, это выходит, земля будет вся, значит, шуметь и так далее, и тому подобное. Мальбин ушел из жизни, а год тар ад, это начало Первой мировой войны. Это то, что произошло в этот год. Действительно, опять-таки, мы находим Мурава Кука, он тоже упоминает, что люди, вот его поколение, ожидали прихода Мессии, если такая беда, мировая война, Мессия должен прийти. Мессия не пришел. Дальше, значит, в том же самом комментарии, Мальбин, значит, вспоминает шнат тарпа, 1928 год. В этот год был погром в греческих общинах Цвата и Хеврона, где погибли праведные евреи, которых просто зарезали пожилых детей. Поэтому, опять-таки, у нас есть множество, множество примеров, когда люди пытаются предсказать приход Мессии. Значит, теперь нужно понимать одну следующую вещь, что вер в приход Мессии одна из центральных пунктов еврейской традиции. Да, то есть, опять-таки, мы увидим Урамбома, и не случайно, мы сейчас про это говорим, что его принципы их вставили, скажем, кто в каждодневный седур, в молитвенник, да, что человек в конце молитвы утром должен повторять эти принципы для себя. Один из них, я верю полной веры, приход Мессии, несмотря на то, что он задерживается, продолжая его ждать. Поэтому обратите внимание, здесь два момента. Верю в приход Мессии, продолжаю его ждать, несмотря на то, что он задерживается. Но уже сразу, опять-таки, Талмуд говорит, Да уйдет дух жизни из тех, кто высчитывает год, вот, прихода Мессии, год конечного избавления. Это очень суровая такая, значит, да, значит, сомблировка, что Талмуд просто желает смерти людям, которые высчитывают, пытаются высчитывать год прихода Мессии. И опять-таки, нужно понимать, что вот это вот вера в избавление, вера в Мессии, она центральная вещь, которая из бризма взята и христианами, и мусульманами. Теперь, вот это вот вера в избавление, именно когда есть беды и трудности, она очень интегральная в любой человеческой душе. Я могу вам сказать, что у меня есть коллеги, разные мусульманские мессиатские священники, ну, служители культа. Вы очень удивитесь, у них есть точно такая же реакция, у них есть священники, которые говорят, что вот придет Махди. Махди – это шиитский Мессия, по шиитской версии, да, и так далее. То есть мы видим, опять-таки, что подобное, значит, настроение – это не только специфически еврейская вещь, это не только специфически, это в человеческой душе, опять-таки, есть вера, вот это вот, да, что когда настолько плохо, это не может продолжаться, должен притенеться. И на самом деле, эта вера действительно, она подкрепляется нашим первоисточникам. Я знаю, это Медраж, который из Медрашаба, Медраша Гадоль, значит, который описывает, значит, следующую ситуацию. Речь идет про то, как Иосифа братья продали, в рабство, значит, Иосиф там устроился, и, значит, и Медраж говорит так, чем, значит, каждый занимался? Иосиф приукрашивался, написано, Иосиф себя приукрашивает, да, значит, в конце, значит, недельной главы, когда его продали. Значит, Ияков держал траур, он считал, что Иосиф погиб, что его разорвал и съела дикое животное. Значит, братья молчали, Иуда, который, значит, с одной стороны спас Иосифа, с другой стороны, он же предложил его продать. Иуда занимался поиском жены себе, в итоге там нашел эту женщину, обил трех детей. Дальше, значит, Медраж спрашивает, галеный вопрос, а чем занимался Всевышний? Во всей этой, значит, самотохии, не менее гениальный ответ, а Всевышний занимался поиском пророщения Мессии. Это конец, значит, данного Медреша. То есть, мы видим, опять-таки, гениальнейший, значит, отрывок от наших мудрецов, да, что все заняты самыми разными делами. Кто-то сделал преступление, кто-то раскаивается, кто-то скрывает, кто-то пытается выжить, как Иосиф, кто-то в трауре из-за преступления. То есть, всем плохо, у каждого проблемы, да, то есть, есть беды, у всех беды, каждый по-разному антареагирует, кто-то ходит в себя, Иуда ищет себе жену, а Всевышний пытается, значит, вот, прорастить Мессию именно в этой трудной части. Мы видим, действительно, что наши мудрецы благословенной памяти заложили нам эту веру, что действительно, да, значит, Мессия, это вера в избавление, в божественное ознавление, вера в приход Мессии, это важная, интегральная часть их мы видим не только еврейской души, а любого мыслящего человека. Буден христианин, Буден усуманин, Буден шиит, Суннит, и негр преклонных лет. То есть, это абсолютно неважно, да, но опять-таки, обратите внимание, и когда вот есть такая вот сильная, значит, вера, желание избавления, очень часто люди начинают искать разные симоним, разные знаки, разные самые знаки, да, 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 совершенно верно. Вот Марьбин писал, что Вашех придет в 28-м году, это Тарпад, это второе его предсказание, это вот погромный Тарпад, да, значит, еще раз, поэтому есть масса ревинов, которые сегодня говорят разные вещи, говорили несколько лет назад. Еще раз, я пытаюсь объяснить следующую вещь, что вера в избавление, это есть вера у любого человека, интуитивная, осознанная, изученная, неизученная, но опять-таки, мы должны с одной стороны действительно ожидать избавления, Талмуд говорит, когда человек, значит, заканчивая свою физическую жизнь, поднимая центр связи, значит, его спрашивают, цепит или ишуа, ожидал ли ты избавления? Это один из вопросов, и вопрос еще, да, то есть человек, который не ожидал избавления, ну, он жил немножко, не как человек, скажем так, да, опять-таки, мы видим разницу между еврейскими принципами веры веры и, скажем, мусульманскими, христианскими, в этом, идея этих уроков, да, то есть, но, вот эта вот вера в избавление, с одной стороны, должна у нас быть, с другой стороны, она не должна нас ослеплять, и мы не должны искать знаки, то есть, и все же, что человек не должны искать, мы должны, несомненно, интересоваться тем, что происходит в мире, да, но искусственно подгонять самые разные вещи, происходящие в мире, неважно, плохие или хорошие, под наши, вот стремление к избавлению, это неправильно, это неправильно, и это то, что сказали, мудрецы Рабиакивы, Акива, через твои щеки прорастет трава, и он еще не придет, то есть, ну, Исиа придет, очень-очень непонятно как, непонятно как, хотя, опять-таки, Зор говорит, что, да, значит, что весь мир это 6 тысяч лет, значит, 2000 тыс, это хаос, да, 2000 это Тура, 2000 это приход в Мессию, то есть, из чего Толмуд заключает, что последние 2000 лет, по веснему календарю, в любой момент может прийти Мессия, есть такие мад Principal, Акива, которые говорят, что вот Мессия ждет и может прийти каждый день, потом говорим, что есть потенциал, и так далее, и так далее, что у каждого человека, в каждом поколении, и так далее, и так далее, и так далее, но опять-таки, то есть, я пытаюсь разделять, да, что не нужно искать себе искусственных, так сказать, подпорок к своей вере. Нужно изучать настоящим образом свою веру и не пытаться ее подгонять. Вот и все. Поэтому, опять-таки, мы видим, что величайшие люди в еврейском народе и не только, значит, они рассказывали, предсказывали, пытались понять. В христианской Европе тысячелетия, круглая цифра, это была полная катастрофа. Считали, что вот-вот христианский мишех придет, там такое началось. Поэтому, опять-таки, еще раз, не только текст, про который мы рассказали, но фейк, это само по себе, но фейк, это понятно, это, опять-таки, для этого не нужно, например, я, а нужно, опять-таки, обладать критическим мышлением и сильно-сильно быть сильными духом. Поэтому мы изучаем принципы Веррамбома. Окей, это было вступление, потому что без этого никак. И теперь, как говорится, перейдем к тому, что мы хотели. На самом деле принципы Веррамбома, это было в скобках отступления на принцип Веры Промиссии. Если у кого-то есть вопросы, можно писать, как Дима, я постараюсь отвечать. Итак, Веррамбом. Значит, во-первых, конечно же, неплохо было бы немножко, хотя бы коротко, понять саму жизнь Веррамбома, опять-таки, и как она на него повлияла, на его взгляды. Веррамбом был очень плодовитый мудрец и раввин, и масса книг его до нас дошла. И здесь, опять-таки, одна из самых любимых вещей, которые есть в районском мире, это противоставление Веррамбома самому себе. А именно, когда, значит, Веррамбом пишет в Мишне Турайтову главную Турайтову главную вещь, в книге Миреновых именов «Поделитель заблудших» другую вещь, а в своих игру, в своих письмах третью. И как понять, чего он придерживался на самом деле? Вадим поймите. В любом случае, в любом случае, опять-таки, текст, который у нас сегодня из 13 принципов Веры Рамбома, он, так сказать, вошел в еврейский импантеон относительно поздно. То есть, понятно, после жизни Рамбома. Опять-таки, если мы говорим, что Рамбом жил у нас тоже в 12-13 век, 1138-1204 по невельскому календарю, то возникает вопрос, а как же евреи жили до этих принципов Веры Рамбома? Неужели ни во что не верили? Да, и здесь опять-таки нужно сказать одну известную вещь, что есть множество других списков веры и иудаизма. На примере знаменитый список Рава Альба, там вообще всего три принципа. Однажды я для своих студентов в Израиле попытался упростить, мы видим, Рамбома в каждом принципе часто больше, чем часто, иногда даже три. Я попытался разбить их на более такие простые модули принципа Рамбома, у меня вышло 26, много больше, чем 13. Поэтому опять-таки в принципе веры Рамбома это со временем вещь, которая стала классической, но она таковой не была всегда. Более того, мы даже знаем, что некоторые, значит, евреи даже в свое время сжигали, значит, книги Рамбома, ученики Рабиа и Майона, в свое время. То есть сочинения Рамбома не воспринялись с самого начала так уж с полностью с архитными объятиями. Сегодня Рамбома один из классиков в юдовизме. В любом случае вот эти вот принципы веры Рамбома, они есть сжата выборка его комментария на Мишлу Перекшеля. Значит, ситуация следующая. Значит, у нас есть Мишна, которая там разбита на шесть разделов, Мишна и Талмуд. Значит, там есть том, который называется Сан-Ядрин. Значит, том Сан-Ядрин в четвертом разделе Талмуда, Мизики, Нубытки, он вообще через снеги разнимается очень тяжелыми вещами, отвечает там за разные наказания, смертные казни. Неожиданно. Десятая глава значит, этого этого тома, она обсуждает обсуждает абсолютно философские, отвлеченные и ужасно интересные вещи. Например, кто удостоится доли в будущем или кто нет. И даже поименно, там есть некоторые персонажи, которых, значит, Мишна записывает, да, у него есть доля в будущем или у этого человека нет доли в будущем и так же, как вот Мишна, то, что называется значит, Перкеа Вод, она всегда очень-очень интересна, да, потому что она не классическое такое содержание Мишны, который занимается законом, Галахой, можно или специалистом быть, или четко понимать, про что речь. Точно так же Мишна Перекхелед, десятая глава Сангедрина, она говорит про очень интересные и не узко раввинские вещи. Зачитаю вам, значит, у всех евреев есть доля в будущем мире, так начинается Мишна, поэтому называется Коль Сэйш Хэм Хэлик Ру Лам Баба, поэтому называется Перекхелед, по слову Хэлик, доля в будущем мире, как сказано, про Кашаяу, вэмха кулам цадиким ламир шуэрец не царматай мася дай литпэр, да, то есть утверждается, что у всех евреев есть доля в будущем мире, они все живут после смерти. О, вээну шэй лам хэлик ламаба и вот те, у кого нет доли в будущем мире, сразу, не отходя от Кашы, то есть сначала сказали, что есть, и тут же сразу, что нет. А умер энд хэта мятимин тора, человек, который говорящий, нет воскрешения из мертвых согласно торе или торе. И вээн тора, мяна шамам, человек, который говорит, тора не с небес, у него нет доли в будущем мире. И эпикорис, даже не знаю, как еретик, у нас вообще с еретиками проблема, еретик это христианское слово. Рабья кива умер, а вкорэбэх сфарим хэсэйм. Рабья кива говорит, человек, читающий внешние книги, внешние книги, это апокрифы, в России их сегодня люди, от издают, апокриф такой, всякое ужасно интересное и сфарим хэсэйм. Человек, который, значит, делает заклинание над тяжелой травмой или болезнью. Вээумэр, кола махала ши санты дамитцрам люасим алейхэкэня шим вафэха, абба шаулэумэр, афхау гэта шем баутьетав. Так вот, человек, который, значит, пытается излечивать других над тяжелыми ранами, цитирует предложение из Торы, не из внешних книг из Апокрифы, цитирует каждую всякую болезнь которую я положил на египет на тебя и положу потому что господь исцелитель человек который так делает у него нет доли в будущем мире ни больше ни меньше и так далее так далее так далее так далее да значит дальше продолжает три царя и четыре простолюдина у них нет в будущем мире вот эти цари ерава махаду минаше и так далее так далее в общем опять таки это текст текст этой главы мишны перик хелик томасом глинч случайно интересная штука которая тоже привлекала всегда мнение читателя потому что можно читать ну не как медраж и а году ну что-то приближающиеся к этому это не чисто литература и вот и вот рамбом опять таки один из первых трудов который он написал это есть его комментарий на мишну перушь на мишну значит есть меня что писал 16 лет да значит самые самые разные мнения в любом случае это один из первых трудов и мы не знаем кто по пути значит несколько было выжимок таких для двоечников да там чек экзамен себе писал то ли шпаргалки создавал то ли просто на память значит были так называемые сокращатели которые сокращали значит разные книги том числе труды рамбома и в итоге значит кто-то на сокращался что у рамбома вышло 13 предложений которые вроде как звучали хорошо и кто-то положил их принт да то есть еврейские книгопечатники были одни из первых в европе опять таки они не были первыми хронологически они были первыми по объему продаж поэтому мы находим что не евреи кто ходили в средние века хорошо заработает они покупали цельную скважину они открывали принт для евреев которые хозяева принта не понимали ни буквы на чужом языке но знали что гриву покупать потому что у них есть литература и много и особенно они учат изучают читают и пишут одновременно поэтому опять таки еврейские значит принты они в основном были очень часто не еврейскими иногда были еврейскими но в любом случае вот эти вот книгопечатники как еврейские таки не еврейские они много нам делов наделали не всегда хороших там сами редактировали дописывали исправлялись масса масса проблем с этим но вот здесь они как раз нам сослужили хорошую службу а именно опять таки мы не знаем кто они вот внесли в седур в италии еще в раннем седовиков значит они внесли вот эти вот выжимку от выжимки комментария рамбома на перикхелек и назвали его 13 принципов рамбом это их название книгопечатников они вот так вот рамбом так это не называл сто процентов и этот труд так сказать прижился эта штука прижилась поэтому сегодня в большинстве не во всех но в большинстве седуров ортодоксальных которые мы сегодня имеем значит эти вот этот вот раздел который назван транспортируем рамбома шоссе кара имуна он стоит или в конце самого седура или в конце утренней молитвы шахарита да то есть поэтому опять таки те кто идут по принципу что он стоит в начале утренней молитвы да что чик должен всегда это помнить там есть еще некие тоже 6 напоминаний там тоже с некая история как они возникли опять таки кто написано помню не забывай там есть там олег там есть суббота да и так далее поэтому сегодня во многих седурах вот эти два раздела которые очень интересно опять таки возникли не совсем напрямую раввинским путем очень тем не менее вот эти вот 13 принципов рамбома 6 напоминаний они для каждодневного значит чтения стоят в конце каждого момента настолько это все распространилось что сегодня я в свое время тут несколько уроков читал про гиуру настолько что когда сегодня значит проверяющий человек хочет пройти гиуру конвертиться в еврейство то у него спрашивают вот по принципу рамбом потому что опять таки те же раввины те же дай аним они тоже имеют то же самое сидуре тоже видят в конце последней шиберки конечно том что стоит 13 принципов веры значит опять таки я не хочу сказать что то что писали другие мудрецы это менее верно или это более верно опять таки просто есть некая как бы ситуация де факто когда вот эти вот принципе рамбома они де-факто не до юры де-факто вошли в наши сегодняшние сидуры окей относительно арабского смотрите действительно рамбом большинство трудов писал на арабском значит мишне тура он конечно же писал на иврите значит есть несколько переводов и переводчиков рамбома сарабского скажем так свое время свое время рамбома переводил и бен тивон поэтому это классический перевод опять так он почти его современник сегодня у нас сегодня у нас считается классический перевод перевод равакапаха это рвин который жил не так давно в середине 20 века значит йеменский йеменский значит по поводу опять-таки 13 убеждений смотрите мы увидим это что хотел рассказать опять-таки робот не один раз принципа вам вам искали в каждом по два по три это будет ни один уроки мы увидим что рамбом пишет как бы так сказать по-русски он с кем-то негласно дискутирует причем довольно сильно и опять-таки мы видим что направленность мысли рамбома она защитить юдоизм от нападок это один из лет почему эти принципы появились в раннем средневековье а не скажем что еще лет до этого да то есть опять-таки мы видим что в юдоизм идут сильные нападки в основном со стороны христианства но не только но не только были и насильные исламизации в марокко и мусульманской испании в йемене евреи там очень страдали поэтому опять-таки 13 принципов веры в этом очень слышится христианство да то есть опять-таки мы говорим что христиан в католической версии самое главное это вера естественно мы знаем что в идеале и христианство и услама и иудаизма лучше и вера и действия вместе но если опять-таки разбить это очень критично да или черно-белое то христианство выберет веру иудаизм выберет митцвот заповеди дела поэтому опять-таки представьте что 13 принципов убеждения это более правильный арабский то есть это оригинал да то есть рамбом отстаивает наши убеждения он рассказывает и время в чем наши убеждения тогда тоже глубоко знали тому а 13 принципов веры это опять-таки наш ответ чем берлену да значит который возник уже опять-таки позже свои какие печатания и это вот опять-таки представляется что это редакция вот этих вот анонимных владельцев принтов раннего и среднего средневековья которые от себя там переводили но опять-таки 13 принципов веры прижилось хотя возможно по факту это не совсем верный перевод в любом случае опять-таки нужно конечно же понимать что принципы веры есть у любой религии стопроцентно иначе как она может существовать но мы видим опять-таки что вот запись этих принципов она массово пошла мы говорим рамбом альба есть еще разные списки она пошла опять-таки только в средневековье да то есть как такое может быть косвенный ответ на это это тип литературы которые так называемые диспуты за веру в том что христиане навязывали евреям в раннем средневековье диспуты за веру чья вера истинна сегодня звучит чрезвычайно забавно как такое может быть сегодня вообще с трудом кто-то во что-то верит в лучшем случае в деньги или в шопинге вот и тут верь во что хочешь сегодня западный мир абсолютно толерантен верь в любую глупость или не верю дела твои но старое время это было не так у людей были какие-то убеждения как-то не странно звучит была некая вера и была страсть убедить весь мир что наша вера самое оно поэтому опять-таки этим таким праведным стремлением имела место и христиан и мусульман у евреев тоже но в основном это было направлено на самих евреев вовнутрь в то время как мы знаем христианство ислам пыталась своих сторонников как можно больше привести к себе в том числе физическим насилием и это считалось вполне правильным и верным с точки зрения их религии в любом случае мы находим что с 12 века началось такое явление как назван диспуты с христианами за веру первый диспут за веру будет в Париже из самых знаменитых диспута Робейна Хейля то есть мы говорим про говорим про мы говорим про мы говорим про Робейна Тама то есть это 1134 год примерно есть разные цифры этого диспута середина 12 века самый знаменитый спор на эту тему был у Рамбана Нахманида человека который жил полпоколения позже Рамбана он был в Барселоне знаменитый барселонский диспут 1265 года Рамбан составил из него протокол сегодня это книга небольшая брошюра которая во многом определяет наше отношение к теологическим дубам христиан почему мы не христиане почему евреи продолжают свою веру свою традицию не приходят христианцы были еще диспуты это два самых известных они сегодня собраны в книге диспутов и ты видишь там очень нелегкие тяжелые вещи евреи конечно же не хотели участвовать в таких диспутах по нескольких причинам во первых и судьи кто судьи как правило в таких спорах были христианские монархи цари которые естественно были христианами и Рамбан Нахмани так и говорит что мне трудно тебе объяснить господин царь наш потому что ты привык к этим долгам с детства тогда они кажутся нормальными для меня еврея который в этом не рос они не кажутся нормальными поэтому евреи должны были проявлять осторожность чтобы не оскорбить христианство с одной стороны поэтому Рамбан просит свободу высказывать все что он считает нужно испортился от ряда с перерывами а с другой стороны опять таки нельзя было проиграть если проиграешь получается что это из истины нужно креститься ситуацию усложняло опять таки что например первый диспут было решено что Талмуд проиграл евреи проиграли там было 4 ряда и их утверждением не поверили было присуждено что евреи проиграли это вот сжигание Талмуда то что потом Рабейн там будучи молодым наблюдал как сжигали Талмуд написал знаменитую религию Шариса Фабейшу поэтому опять таки вот эти принципы Рамбама это как сказать это и лекарство на заранее на будущем диспуты и некая рефлекция некое зеркало отражение того что уже было на тот момент опять таки что Рамбам умер сказали когда 1204 Рамбам ушел из жизни то есть это примерно значит за 60 лет до диспута Нахманида но опять таки это не исключительная вещь то есть он свидетельствовал вот этого жесткого прессинга в который евреи попали и в исламском и в христианском мире поэтому одна из важных вещей читая принципа Рамбама это понять с кем он негласно диспутирует то есть это такой страйд файл значит такой вот некий спор то есть подразумевается что кто-то утверждает что-то другое вопрос кто этот кто-то и что этот кто-то утверждает да то есть почему Рамбаму важно сказать именно то что он говорит именно в этой формулировке поэтому изучая подобные вещи можно много понять ну это вот вкратце так сказать введение поэтому опять таки ну конечно же желательно немножко еще отвлечься да значит на для введения на некоторые книги Рамбама окей поговорим про Игрот про его значит писание когда Рамбам прибыл в Египет стал опять таки он жил родился в Толедо они вынуждены были бежать в Марокко он был короткое время в Израиле тут фактически не был Игрет тогда в Израиле и он поселился в в Египте в Александрии и потом в Каире значит и Рамбам был главным раввином значит этой общины хотя формально никаких длождей не занимал значит зарабатывал себе на жизнь медицины лечения как сказать Султана значит все Египты опять таки важно понимать что с точки зрения исламской веры человек который дает себя лечить неверному это очень-очень серьезный шаг нужно быть просто гениальным врачом каким Рамбам был и одновременно Рамбам является источником писем евреи пишут им из разных стран мира это то что мы называем респонсом респонса шут, шилот, ветшилот Q&A как сегодня пишут в компьютерных сайтах опять таки это не совсем то что мы сегодня имеем сегодня там что-то непонятно да мы там пишем help звоним пишем нам отвечают в принципе здесь тот же самый только учтите что связь тогда развита была гораздо хуже и тогда же родилась литература вот этих респонсов когда евреи пишут вопрос очень часто жизненный не для одного человека для целой общины и посылают его какому-то светочу письмо может идти вот полтора там три и столько же идти обратно и приходит ответ это примерно вот механизм по какому Рамбам получал письма и как он на них отвечал они собраны сегодня в книгах это называется игрота Рамбам письма Рамбама два самых известных из которых это играет тейман письмо в Йемене там евреи пишут им о том что их насильно перед исламом что им делать значит играть шмат письмо о уничтожении опять таки видим что евреев кто отказывается просто уничтожает поэтому Рамбам отвечает на эти письма есть еще письмо которое я он в Бешковице зачитывал это письмо праведному героу Вади где значит Рамбам заложил также основы отношения значит современного воровинского отношения к Герам из письма в конце видно что Гера Вади был арабом и перешел при жизни Рамбам и Лизун вещь абсолютно микривиальная поэтому и вот из этих вот его писем игрот мы видим так сказать более живое скажем вот эпоху в которой он жил в тяжелейшую эпоху и опять таки Мишне Тора книг который написал на иврите она очень-очень четкая там каждая формировка выверена да все на иврите все очень-очень строго там опять таки есть комментаторы Кесов Мишне Райвет который с ним спорит Рамбам защищает и так далее если мы хотим понять эпоху когда жил Рамбам то читайте его игрот его послание есть еще одна книга которую значит все любят упоминать но мало кто читал это путеведитель заблудших звучит хорошо но почему его никто не читал потому что Рамбам там делает поистине такую терпеливую значит выборку всех религий которые он знает на данный момент книги более 60 глав каждая глава одна религия там религии которые мы вообще не понимаем что это с чем это кушать как в это можно верить как в этом можно жить какие странные взгляды были от живых людей несомненно часть религии которые там с Рамбом это уже мертвые религии тем не менее Рамбом к ним соотносится значит поэтому это такой более теоретический взгляд на вещи но опять таки там тоже можно много подчеркнуть но в живую как евреи тогда жили как тяжело жили это его игроки это его послание Дима спрашивает что еще йеменские евреи 120 лет жили полностью по респонсам Рамбома и да и нет значит у йеменских евреев тоже были расколы там же есть южный северный Йемен который в советское время один коммунизм второй другой как Италия значит и значит там две столицы были Цана и значит и Аден поэтому есть аденские евреи и есть цанские евреи так вот одна из групп я не помню какая она вот действительно полностью по Рамбому а другая меньше не по респонсам я прошу заметить а по Мишне Тора то есть так как это была Галаха респонсы они все покрывают так вот это вот часть йеменских евреев которая вот жила полностью по Рамбому она жила по Мишне Тора я даже состывался с этим скажу вам буквально сейчас посмеетесь значит однажды я встречался с девушкой геменской греки ну встречался с мыслью с целью жениться выйти замуж все это жарно было вот ну и а так как я был юный наивный то значит я решил пойти к ее родителям это важный этап программы познакомиться вот а я не уточнил что они так и дожили по Рамбому по вот по Мишне Тора теперь и не только по Мишне Тора но и вот и по еще другим его книгам в том числе книгам по медицине сегодня на Верите есть трехтомник Рамбома по медицине Рамбом был тоже гениальный врач мы это уже сказали он пишет в видении своем в эту книгу по медицине что на западе и на востоке он пожил и на западе и в Испании по разному понимают значение врача на западе на христианскую Испанию врач хороший вылечит от любой болезни на востоке хороший врач не даст больному заболеть так он пишет поэтому Рамбом естественно придерживался второй позиции он подчеркивал все время превентивную медицину Рамбом сегодня был бы миллионером миллиардером если бы был в клинике как не толстеть он не занимался бы похудением болезни он пытался своим клиентам потолстеть Рамбом так вот Рамбом пишет значит в своих книгах по медицине это был известный совет что во время еды нельзя ничего пить нужно или есть или пить но не смешивать таким образом немецкие вереи те кто живут по этому совету они ставят попить до пьют кушают и потом приносят попить после теперь у них нет супов потому что это называется попить посредине окей значит они у этих йеменских нет по-моему это админские если я не ошибаюсь значит у них нет супов и вот естественно они кушают много острова и вот я прихожу значит с девушкой значит меня усаживают как плажного гостя кандидата ага значит дают поесть я показать что я крутой я беру значит и кушаю много острова дальше ощущаю себя как тот волк ну погоди а пить то нету убрали а я не заметил по рамбову и что у меня и люди не могут посреди еды не могут нарушить рамбову они мне говорят ты заедай заедай чтобы что нужно заесть они знают такую проблему в общем я заел с девушкой не склеилась такие дела да поэтому история настоящая и что-то у нас с ней не получилось почему бы вот но действительно то есть это к вопросу у Димы что действительно есть те аденские евреи по сей день которые вот живут по рамбаму по его мишне тура и плюс дополнительным источником респонсом и вот его медицинским трудом сегодня его медицинские труды рамбама учатся как факультативно то есть их можно брать там начиная с третьего курса медицинских университетов в Израиле то есть тот кто берет получает там определенный пункт окей ну значит после всех 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 видений мы значит опять таки можем наконец-то переходить к нашим принципам рамбата пункт номер один первый пункт номер один рамбам вводит здесь понятие творца творец то что по-русски пишем творец большой буквы если скажете ну что тут нового ответ это абсолютно нетривиально дело в том что опять таки очень часто рамбама называют поклонником аристотелевой философии да и это была одна из претензий к рамбаму почему его не все труды восприняли и как же боже мой греческая философия да значит и поэтому значит опять таки были люди которые сжигали его труды рамбам действительно несомненно философ философ очень логичный действительно опять таки он приводит не греческой философии но он же опровергает да здесь не греческих философов и говорит что греческих философов не было традиции а именно традиции божественного сотворения мира то есть они вынуждены были сами додумывать откуда возник мир и поэтому греческая философия это не единая школа мы знаем линию Платона, Сократа, Аристотеля это то что преподавали да там были и другие линии там были и другие школы да и значит и поэтому действительно вот в этом значит спори греческих философских шоу победила школа Платона, Сократа, Аристотеля которая говорила не то что бога нет она говорила что мир вечен это вот концерт там мир всегда был мир всегда существовал но опять таки чтобы быть честными до конца были греческие философы немало которые говорили что мир сотворен если мир сотворен то тогда есть творец верно? иначе кто его сотворил поэтому опять таки здесь мы видим что на самом простом уровне Рамбом здесь спорит с греческой философией с греческими философами опять таки сегодня у нас все смешивают в одну кашу они атеисты они не совсем были атеисты эти греческие философы да мы знаем из школы что у них там был целый сон богов боги там плодились размножались женились разводились уходили приходили играли в футбол все что угодно делали то есть там были бога боги богини и они жили вполне себе человеческой жизнью это опять таки в определенных греческих школах у Платона Сократа и Аристотеля опять таки разум да эмпирическое мышление это то что было важным и главным и опять таки атеизм в его классическом сегодняшнем понимании это отрицание вообще любой божественности поэтому скажем мы все говорим он атеизм бог опять таки а как вам по атеизм множество богов классическая значит греческая мифология это многобожие что богов много опять таки это не обязательно допоклонство но их конечно связь да значит поэтому поэтому атеизм атеос бог по гречески да это отрицание сознательное любой божественности неважно 1 на 2 или 120 поэтому уже опять таки талмуд замечаешь настоящих таких атеистов это то что эпикорис их чрезвычайно мало это человек атеист вот согласно талмуду это человек который пошел изучил массу религий пошел в университет поехал в ислам для христианства поехал к евреям еще много куда поехал после этого сказал я все выучил бога нет вот это атеист человек который просто не религиозный это называется агностицизм совершенно другое совершенно другая вещь агностицизм это опять таки это вот если хотите это бог немецкой философии это бог канта то что говорил кант нельзя доказать ни туда ни сюда нельзя доказать ни существования бога ни его отсутствие такое предтеча современной политкорректности хочешь верить не хочешь не верить делать что хочешь вообще да поэтому опять таки большинство людей в сегодняшнем мире они не атеисты они не еретики в христианском понимании они не эпикорисы в понимании толмуды наших модульцов большинство людей сегодня в мире они агностики которые социально выросли скажем в нерелигиозной среде более того вы можете взять массу людей из религиозной среды христианской мусульманской как на свободе в европе они перестают поэтому опять таки важно что человек во что человек верит и что он делает на самом деле а не к кому он относится масса людей в мире и евреи есть такие которые выросли в нерелиозной среде да значит это вот современные ревины называют это называют религиозной социальной религиозной человек вырос из какого-то круга ну реально по сути человек не религиозный поэтому опять таки вот это вот утверждение что есть творец оно с одной стороны чрезвычайно важно относительно взглядов древних греков а с другой стороны оно ни к чему не обязывает как это может быть о это уже потом новинка Вольтера и Дидро так сказать значит эти вот философы они сформулировали довольно так сказать остро значит следующую мысль да Бог есть но он вышел на пенсию он прекратил заниматься нашим миром то есть есть Бог творец он сотворил мир сидит там на облаке дедушка с бородой читает газету отдыхает свое это вот удовольствие есть Бог творец окей и что то есть то что он есть точнее был никак не влияет на наш сегодняшний день значит поэтому опять таки это так называемый Бог философов да в фейбуке есть полной истории как такой-то известный там изольтянин доказал это два часа любыми способами что Бог есть и тут же там пошел некошерное кушать то есть то что Бог есть этого философа умного несовременного человека доктора философа ни к чему не обязывает окей да поэтому опять таки мы увидим что у Рамбова здесь все постепенно ступень ступень да значит и первая ступень которую Рамбом вводит это то что есть что есть некий Бог творец который сотворил мир в скобках или не в скобках если мир сотворен то что Рамбом подразумевает то у мира есть цель да то есть мы что-то делаем зачем-то да мы что-то покупаем для чего-то это то есть даже некие бесцельные вещи там не знаю человек курит чтобы расслабиться то есть некая цель человек просто там садиться за руль прокатиться в этом и есть цель прокатиться и так далее в этом момент когда Рамбом говорит что у мира есть творец соответственно есть творец есть творение Боревеневраим и соответственно у обеих этих сторон творца и сотворенного есть цель ради которой значит этот мир сотворен и существует продвигается это на сегодня коротко все вопросы если есть Равзиев а я по поводу смеш ну вот вы рассказывали что они не смешивают а в чем смысл почему Рамбом советовал не смешивать Рамбом утверждал что это плохо для здоровья то есть он как врач говорил что смешивать жидкое и нежидкое это плохо для здоровья поэтому именно поэтому у йеменских евреев нет супов и борщей да то есть еще раз они пьют и немало но до или после не во время то есть некоторые утверждения Рамбома мы видим он будет писать это про кашрут не в 13 принципах он будет писать про кашрут что некоторые вещи в кашруте предписаны нам потому что это важно для здоровья сотворенных так как Бог творец он знает сущность всех вещей сущность всего того что он сотворил и поэтому вот так то кушать так то не кушать в данном случае минские ульяновки смешивать жидкое и нежидкое это из-за здоровья Подожди а суп из этих хвостов это же их что суп с хвостами нет суп не с хвостами а суп из хвостов это же их блюдо суп из этих самых хвостов Там очень мало супа, там основа хвосты. Ладно, приедешь, пойдем на шуб Маханэудэ. Пойдем, пойдем. Возможно, это с конкурющей фирмы, которая не по Рамбову. А, окей. Это второй вариант программы. Рамзеев, но там, по-моему, если я правильно помню, надо почитать вот этот законный прообраз жизни Мишна и Тора. Там, по-моему, вином разрешено в умеренных количествах запивать еду, по-моему. Надо будет почитать. Да, еще раз. Поэтому они вам могли дать стаканчик вина. Ну, не дали, поэтому и не вышло. Я шучу. Еще раз. Я же сказал, что Рамбову в своих писаниях, комментариях на Мишну, Мишне Тора и Грот и подъявитель забудших может писать противоположные вещи. Наша цель – понять, зачем он это делает и в чем было выясненное мнение. Мы этим будем заниматься. Спасибо за внимание. Я предлагаю, что наш урок по-русски будет три раза в неделю, в воскресенье, вторник, четверг, вот в это время, потому что время сложное, фейков много. И, видите, полурока ушло на развенчание всяких фейков. Но это тоже принцип веры в миссию. Поэтому мы верим, но не торопимся. Верим и не торопимся. Поэтому я чувствую, что еще много фейков не развеять. Поэтому предлагаю три раза в неделю. Еще раз, воскресенье, вторник, среда. Вот в 17.00 по Европе, в 18.00 по Израилю и Киеву. Приходите. Соответственно, следующий урок у нас послезавтра в четверг. Всем спасибо. До встречи. Крепко держим нас по ветру. До свидания.